Села в самолёт, купила билеты из России во Францию туда-обратно. Туда они во Францию улетели, а назад в самолёте летели три пустые кресла. Всем бонжур и огромный привет из Парижа. Как вы уже поняли из названия этого видео, сегодня речь пойдёт о том, как же переехать во Францию на ПМЖ. Парижа, скажу честно, я давно хотела снять подобное видео, но мне всегда казалось и кажется до сих пор, что эта тема очень сложная, очень многогранная, с большим количеством деталей, подводных камней. Поэтому я долгое время откладывала это видео, но пришло время, я здесь, перед вами. Надеюсь, что это видео будет вам полезно. Но скажу сразу, что в этом видео я вам дам только определённые направления для размышления. Я вам расскажу о том, как же можно переехать во Францию, какие виды нажительства существуют. Расскажу об основных условиях получения этих видов нажительства. Также расскажу об их плюсах и минусах. Что касается переезда во Францию, каждая история такого переезда, в общем-то, индивидуальна и во многом зависит от вашего профиля, от ваших каких-то пожеланий, от ваших целей. Если вас интересует этот вопрос, и вы не знаете, с какой стороны к нему подступиться, я могу вас только пригласить на мой сайт. Как вы знаете, у меня есть небольшая компания, которая предлагает различные сервисы и услуги, которые могут быть полезны тем, кто интересуется Францией, переездом во Францию, учёбой во Франции. На этом сайте вы можете ознакомиться со всем списком услуг, мастер-классы, ателье, индивидуальные консультации, индивидуальные занятия французским языком. И также вы можете ознакомиться со всеми тарифами, это открытая информация, так что вы всё можете посмотреть, изучить и при желании и необходимости можете записаться к нам. Так что я оставляю ссылочку на сайт внизу в описании под этим видео. А теперь, когда я закончила самой рекламой, так что это был наш спонсор, мой небольшой сайт, мы с вами переходим непосредственно к теме видео. Как вы знаете, я во Франции живу уже 7 лет, и я закончила во Франции в Сорбонне докторантуру, мне выдали диплом доктора наук. И, в общем-то, когда я рассказываю об этом своим знакомым, у некоторых людей есть реакция такая двоякая. Кто-то думает, что я какой-то безумный гений, который получил все стипендии мира, и меня приняли только потому, что я гений в эту несчастную Сорбонну. Либо кто-то думает, что я дочь олигарха, но вот вы видите, вот у меня стеллаж Билли стоит книжный, даже у нас денег на двери до сих пор не хватает. В общем, я абсолютно не дочь олигарха, я абсолютно не гений мирового масштаба, и, в общем, мой паркур, как я оказалась во Франции, как я здесь могла остаться, достаточно стандартный. Он входит в определенные рамки, предусмотренные французской администрацией, французскими законами. Я сюда приехала именно на учебу, в докторантуру, потом я получила семейную визу, потому что я живу в союзе с французом. И затем я открыла свое небольшое предприятие, которыми приносят определенный доход, и таким образом я являюсь законопослушным членом французского общества, который платит налоги. В общем, в этом паркуре нет ничего не секретного, не страшного, так что я вам сегодня расскажу о вариантах, которые могли бы рассмотреть вы, и о возможностях, которые существуют для вас в плане переезда во Францию, которых, возможно, вы просто не знаете. Сейчас я попрошу вас особо не обращать внимания, если я буду опускать взгляд вниз. У меня передо мной стоит ноутбук, потому что, готовясь к этому видео, я собрала всю основную информацию. У меня получилось шесть листов Word, так что все это в голове я удержать не могу, и чтобы вам не переврать основную информацию, я буду подглядывать. Что касается источников информации, которые я вам здесь в этом видео буду предоставлять, в первую очередь, и что естественно, я пользовалась официальными французскими правительственными сайтами. Кстати, ссылки на эти сайты я тоже оставлю внизу в описании, потому что вы можете попасть на сайты, которые за плату предлагают услуги, которые изначально являются бесплатными. Например, подача документов на вид на жительство или на визу. Поэтому, чтобы не нарваться на мошенников или просто на таких хитрых бизнесменов, которые удовлетворяют с официальными сайтами, я вам даю ссылки на те сайты, которые являются официальными, правительственными. И именно эти сайты дают самую актуальную и самую корректную информацию по всем вопросам, начиная от вопросов переезда во Францию, получения визы, вида на жительство, уплаты налогов, социальной страховки и заканчивая всеми-всеми вопросами, которые нужно так или иначе решать в течение жизни, пока вы живете во Франции. Поэтому все ссылки, включая мой сайт, я еще раз делаю рекламу, включая мой сайт и ссылки на мои соцсети, все внизу, в описании, обязательно заглядывайте, смотрите. Также, что касается источников информации, я использую, естественно, мой собственный опыт переезда во Францию. И также я опираюсь на опыт людей, которые переехали во Францию разными путями и которые делятся своим опытом вот такого переезда в соцсетях и на форумах. Сразу скажу, что в нашем видео речь пойдет именно об иностранных гражданах, не гражданах Европейского Союза, потому что те, кто являются гражданами Европейского Союза, у них свои особые условия, облегченные. Многие моменты вроде разрешения на работу или разрешения вроде визы пребывания во Франции им просто не нужны. В этом смысле они счастливчики, так что речь идет о всех, кто не является французом и не является жителем страны, члена Европейского Союза. Так что эта речь может идти о русских, украинцах, американцах, китайцах, корейцах, в общем, обо всех-всех-всех, кто не из ЕС. Как известно, существует два основных пути переезда во Францию, а именно легальный и нелегальный. Давайте кратко поговорим про нелегальные способы переезда во Францию, потому что они существуют. Есть люди, которым так или иначе удавалось устроить свою судьбу во Франции, приезжая во Францию нелегалом, без документов, без визы, без какого-то определенного повода и мотива. Сразу скажу, что лично я абсолютно не поддерживаю такие варианты, потому что во Франции никто вас не ждет с распростертыми объятиями, даже если у вас все документы в порядке, и даже если у вас хороший профиль, у вас есть хорошее образование. В общем, всегда тяжело найти свое место под солнцем, а если вы являетесь нелегальным гражданином, нелегальным товарищем без документов, без какой-то административной основы, почему вы тут пребываете в этой стране, в общем-то весь ваш путь нелегала может закончиться обычной депортацией, запрещением въезда в страну на достаточно долгий срок. Кроме того, если вы приедете как нелегал, нет абсолютно никакой гарантии, что ваша жизнь здесь устроится, что у вас все получится. В общем, лично я не советую практиковать такой способ, однако этот способ существует, и этот способ интересно описал французский блогер русского происхождения. Его зовут Данил Ле Рюс, то есть Данил русский. Я вам дам тоже ссылку на YouTube его в описании под видео. Сразу скажу, что он делает видео на французском языке, они будут интересны в первую очередь тем, кто хорошо владеет французским языком, однако вы можете посмотреть чисто визуальный ряд, и он как раз рассказывает о том, как же его мать вместе с его братом и им самим села в самолет, купила билеты из России во Францию туда-обратно, туда они во Францию улетели, а назад в самолете летели три пустые кресла. Ну то есть они по туристической визе просто приехали и остались в стране. Затем Данил Ле Рюс рассказывает, как им помогала социальная служба, им выделили сначала что-то вроде домика на колесах, потом дали какое-то социальное жилье, затем его и брата отправили в школу, матери помогали найти работу, помогали с едой, был специальный так называемый банк еды, куда малоимущие приходили учать еду, и собственно Данил Ле Рюс до сих пор вспоминает этот опыт с определенным стыдом, потому что в общем-то его мать работала инженером в России, а во Франции получилось, что их как бы подкармливала ассоциация волонтеров, и в общем понятно, что в итоге он смог закончить школу, закончил колледж, сейчас он популярный блогер с по-моему двумя миллионами подписчиков, то есть в принципе сейчас он платит налоги, как он говорит, его налоги, которые он уже заплатил во Франции, полностью покрыли все расходы страны на него, на брата и на его маму, понятно, что это было лет 30 назад, сейчас гайки французское правительство потихоньку закручивает, и абсолютно нет никакого шанса, что вам выдадут социальное жилье, вам сделают страховку и так далее, единственное, французы очень серьезно относятся к детям, и если вы нелегал, особенно например мать-одиночка, с двумя-тремя детьми, понятно, что социальное жилье в первую очередь будут выдавать вам, а не например одинокому мужчине, там без детей, без семьи, то есть действительно приоритет отдается детям, их обязательно отправят в школу буквально с первого дня приезда во Францию, потому что во Франции считают, что дети не должны, так сказать, страдать за грехи своих родителей, за какие-то непродуманные поступки, единственное, сейчас все сложнее и сложнее становится получать такую социальную помощь, получать социальное жилье, особенно если это густонаселенные регионы, как Париж и Иль-де-Франс, как Ницца, как какие-то крупные города вроде Леона, поэтому такой путь есть, туристическая виза, сесть на самолет, остаться во Франции, надеяться, что французские налогоплательщики вам оплатят начало, так сказать, вашей новой жизни во Франции. Однако, как я говорю, скорее всего, все закончится именно депортацией, потому что все меньше и меньше французы желают видеть вот таких вот нелегалов у себя, которые живут на их деньги, на их налоги, налоги повышают, в общем, с каждым годом все больше манифестаций, каких-то забастовок по этому поводу, так что такой путь есть, и вот есть даже пример в виде этого блогера, что, в принципе, так можно переехать в страну и попытаться устроиться, но без каких-то гарантий и с возможностью оказаться в ситуации, что вас депортировали, запретили легальный въезд на много лет, и, в общем, ваша жизнь может не улучшиться, а наоборот, вы можете потерять, в общем-то, хорошие возможности. Поэтому давайте дальше я вам расскажу о легальных способах переезда во Францию, расскажу, какие же возможности есть, каким профилем нужно обладать, какие условия нужно соблюдать, чтобы получить заветный вид на жительство, и какие же есть плюсы и минусы у этих различных вариантов. Сейчас оговорюсь, что речь пойдет именно о долгосрочном пребывании во Франции, о переезде на ПМЖ, то есть это все, что от трех месяцев и больше. То есть если вы будете пребывать в стране три месяца в год и меньше, это определенного типа визы, определенного типа условия, и вот такое пребывание три месяца в год мы с вами не обсуждаем. То есть мы обсуждаем историю, когда вы берете свой чемодан и минимум на год приезжаете жить во Францию. Что касается легальных способов переезда во Францию, вариантов достаточно много. В этом видео я вам расскажу об основных, но есть какие-то другие варианты, более специфические. Опять-таки, если вы хотите о них узнать, пожалуйста, ссылка на мой сайт в описании. Да, я должна как-то финансировать это видео. И, собственно, легальных способов переезда во Францию много, и они зависят в первую очередь от вашего бэкграунда, от вашего профиля, от ваших целей, от ваших возможностей, ну и, конечно, от ожидания, ради чего вы, собственно, переезжаете во Францию, что вы от этой страны хотите, и что эта страна может от вас также получить. Так что главное выбрать свою стезю и получить необходимую визу, которую дальше вы должны будете трансформировать в вид на жительство или впоследствии в карту резидента. Я, наверное, начну с самого простого и самого очевидного варианта переезда во Францию. Это переезд по учёбе. Это именно мой вариант. Я закончила магистратуру в МГУ Ломоносова. Собственно, как вы знаете, может быть, из моих соцсетей, я по образованию тюрколог, то есть я специалист по турецкому языку и турецкой литературе. Я занималась турецкой литературой. И, собственно, чтобы продолжить моё исследование, начатое в магистратуре, я приехала сюда во Францию, в докторантуру, и продолжила писать докторскую диссертацию вот по той теме, которой я занималась. И, собственно, чтобы приехать в качестве студента во Францию, нужно, конечно, соблюдать определённые условия, о которых я вам сейчас расскажу, но глобально в этом нет ничего сложного. Очень много иностранных студентов приезжает во Францию, обосновывается, живёт от года-двух. Вот я в докторантуре провела 5 лет, так что в этом смысле это достаточно простой, достаточно очевидный способ переезда во Францию. Какие же условия нужно соблюдать, чтобы получить студенческий вид на жительство? Чтобы получить студенческий вид на жительство, в первую очередь вы должны быть студентом, то есть вы должны быть зачислены во французский вуз, или получить письмо о предварительном зачислении, то есть, значит, вы прошли всю процедуру поступления и вас зачислили. Это тема отдельного видео. Если вам интересна эта тема, обязательно пишите комментарии внизу под видео, чтобы я видела, что вас это интересует, и тогда я сделаю подробное видео о том, как же поступить во французский вуз. Чтобы поступить в французский вуз, конечно, нужно знание французского языка. Для докторантуры это был уровень С1, то есть это самый высокий уровень знания французского для иностранцев. Для бакалавриата, для магистратуры знание французского на уровне Б2, в общем-то, достаточно. Это уровень достаточно высокий, но не самый высокий. Так что, в принципе, знание французского — это краеугольный камень успеха, но это знание проверяется именно на моменте поступления, а не получения визы или вида на жительство. Но, собственно, без этого знания весь ваш проект может не состояться, так что обратите на это внимание. Что касается типа студента, вы можете быть обычным студентом в научном отделении, вы можете приехать на стажировку, вы можете приехать по обмену между вузами, и, в общем, вариантов достаточно много. Про условия я вам сказала, что, собственно, нужно быть записанным в французский вуз. Нужно, конечно, владеть французским языком на достаточном уровне, чтобы смочь учиться в французском вузе. Также нужно иметь все необходимые дипломы, которые вам позволят поступить в университет. Например, если вы хотите приехать в магистратуру во Франции, вам нужно иметь уже диплом об окончании бакалавриата, что, в общем-то, логично. И затем вам не буду врать, что все тут бесплатно. Вам нужно иметь определенную сумму денег на вашем счете из расчета 615 евро в месяц. То есть французская администрация, правительство считает, что студенту во Франции требуется минимум 615 евро в месяц, на то, чтобы покрыть все его расходы, включая студенческое общежитие, питание в столовой и какие-то расходы на еду, одежду, передвижение и так далее. Какие же плюсы у такого студенческого вида на жительство? Ну, естественно, это то, что путь очень прозрачный, относительно простой и относительно быстрый. В принципе, подготовиться к поступлению в французский вуз можно примерно за год при уже наличии определенного уровня французского языка. В принципе, все процедуры проходятся относительно спокойно, относительно прозрачно. И, собственно, если ваш учебный профиль соответствует, у вас есть знание французского языка, у вас есть необходимый диплом, чтобы подтвердить вашу определенную академическую ступеньку, то все, что вам останется, это сдать международный экзамен по французскому языку и далее пройти всю необходимую процедуру поступления вплоть до приезда во Францию. Что же касается минусов, такой проект стоит денег, потому что несколько лет назад французское правительство подняло цены для иностранных студентов. Если раньше я, как иностранный студент, платила за год обучения столько же, сколько французские студенты, а именно 200 евро за пользование библиотекой, и в районе 300 евро стоила студенческая страховка в год, потом они тоже это все прореформировали, и последние несколько лет я платила только в районе 200 евро взнос в библиотеку. То есть в год учеба в университете мне стоила 200 евро. Все остальное это оплачивали французские налогоплательщики, и я, как иностранный студент, пользовалась теми же благами, что и французские студенты, то есть обучение было бесплатным. Что касается сегодняшних реалий, нужно смотреть в каждом университете отдельно, разные программы, так сказать, стоят по-разному, но сейчас год обучения для иностранных студентов не из ЕС стоит от 3 до 4 тысяч евро в год. Так что такой бюджет нужно предусмотреть, есть студенческие кредиты, есть также возможность студенту подрабатывать. Сейчас мы переходим к следующему минусу этого вида нажительства. Студентам, что естественно, что закономерно, запрещено работать полный рабочий день. Подразумевается, что если вы студент, вы здесь для того, чтобы учиться, а не работать. Но этот вид нажительства студенческий позволяет вам подрабатывать определенное количество часов в неделю, так что, в принципе, вы, подрабатывая, можете зарабатывать деньги на то, чтобы закрыть ваш кредит, оплатить вашу учебу. В принципе, такие варианты есть. И есть очень целеустремленные, сильные студенты, которые действительно хотят учиться во Франции, которые готовы наряду с учебой подрабатывать. Таких людей много, таких студентов много. Так что, в принципе, вот этот порог в 3-4 тысячи евро в год, который нужно давать за учебу, это не является абсолютно закрытой дверью, так сказать, для людей, у которых этих денег нет, просто спокойно отложенных на банковском счету. Так что все реально, все возможно. Также студенческий вид нажительства запрещает открывать свой бизнес. Так что, если вы думаете, что вы сейчас приедете по студенческой визе, быстро создадите себе корпорацию, которая вам принесет эти 3-4 тысячи евро в год, конечно, на это рассчитывать не надо, потому что, будучи студентом, вы не можете ни полноценно работать, ни вести предпринимательскую деятельность. Так что это еще один минус. Что касается главного, лично для меня, минуса такого вида нажительства, подразумевается, что после учебы вы собираете свои вещи и возвращаетесь в свою родную страну. Вы можете запросить специальный вид нажительства для студентов, которые заканчивают учебу или уже закончили, и которые находятся в поисках работы или в процессе создания своего будущего бизнес-проекта. Но для меня главный минус заключается в том, что время, которое отводится под эти цели, в общем-то, небольшое. То есть это, как правило, несколько месяцев. И во Франции очень тяжело искать работу, очень тяжело открывать дело, если у вас, опять-таки, нет инвесторов и нет сразу большого капитала. Это все требует время, а времени-то как раз вам дают не так много. Так что минус этого варианта переезда во Францию то, что будет очень тяжело как-то остаться, задержаться во Франции после вашей учебы. И вполне может статься, что если вы приехали, например, в магистратуру на два года, после этих двух лет вполне возможно, что придется собрать вещи и вернуться домой, потому что у вас не будет других легальных способов, возможности задержаться в стране. Но эта история, опять-таки, у каждого своя, она индивидуальная. Каждый ищет свои какие-то пути. Каждый крутится как может, как умеет. Поэтому все будет здесь зависеть только от вас. И если вы человек целеустремленный, если вы знаете, чего вы хотите, и вы понимаете сразу, приезжая на учебу, о чем же вы будете или хотите заниматься дальше, вполне возможно, что ваша профессиональная личная судьба сложится во Франции без проблем. Следующий способ приехать во Францию на ПМЖ — это заключить пакт гражданской солидарности или выйти замуж за француза или жениться на француженке. То есть следующий вариант — это получить семейный вид на жительство. Собственно, этот вариант, наверное, тоже один из самых распространенных. И в какой-то степени этот вариант вызывает определенное презрение со стороны наших сограждан. Мол, вон, охмурила француза, приехала, теперь живет в Париже. Скажу сразу, что охмурить француза — это тоже дело сложное. И французы охмуряются, так же, как и француженки, очень тяжело, как любые другие представители любых других национальностей. Французы хотят иметь партнера, который их действительно любит, который действительно их ценит. И, в общем, никто из французов сегодня не будет с вами жениться, выходить за вас замуж только в виде фиктивного брака, фиктивного пакса и только ради вашего вида нажительства. Так что не надо думать, что все приезжают тут такие соблазнительницы, соблазнители. На самом деле это целая история — построить доверительные отношения с человеком другой национальности. У французов свои особые моменты, что касается менталитета, что касается построения отношений, что касается совместной жизни. Так что сразу скажу, что этот вариант хороший и удобный, если вам повезло, если так сложилось, что вы нашли партнера своей жизни, вашего спутника жизни среди французов. Значит, какие же условия нужно соблюсти, чтобы получить вид на жительство именно семейный? По паксу или по браку с французом или с француженкой? В первую очередь нужно французской администрации доказать серьезность ваших отношений. Как же доказывается серьезность ваших отношений? Конечно, никто не будет просить в мэрии, так сказать, при свидетелях целоваться, обниматься или показывать совместные фоточки в Инстаграме. Это не работает. Что является настоящим доказательством серьезности ваших отношений и, главное, реальности ваших отношений, что ваш союз неэффективный как раз-таки ради вида на жительство? Это все, что касается вашей финансовой ответственности и все, что касается совместного проживания. Во Франции только совместное проживание является подтверждением реальности и серьезности ваших отношений. Какие могут быть доказательства? Это могут быть счета за электричество, за интернет, за воду, это может быть совместно подписанный контракт по съему жилья. Также хорошо работают совместные налоговые декларации, когда вы платите налоги как одна семья, а не по отдельности. Также пригодятся выписки с банковского счета, зарплатные листы и все, что может подтвердить вашу финансовую состоятельность, что хотя бы один из партнеров зарабатывает достаточно, чтобы оба партнера могли во Франции жить и не тянуть социальную помощь с несчастных французских налогоплательщиков. Так что все, что касается таких документов, что ваши отношения серьезны, реальны, нужно собрать все эти документы, причем за определенный срок. Как правило, речь идет об одном годе после пакса или после замужества, или после женитьбы. То есть, в принципе, сразу выскочив замуж за француза, не надейтесь через месяц развестись уже с видом на жительство на руках. Так это не работает. Сначала вам нужно прожить год с этим человеком, собрать все необходимые доказательства, что ваши отношения реальны, что ваши отношения серьезны. И уже со всеми налоговыми декларациями, выписками из банковского счета, со всеми счетами за электричество, интернет и прочее, вы идете в префектуру, в мэрию и разбираете этот вопрос, делаете запрос на вид на жительство. Если вы находитесь еще в России, часто делают визу, так называемую визу невесты, визу жениха, то есть сначала вы получаете специальную визу, которая позволит вам приехать во Францию для заключения пакса или брака, и уже тогда вы можете трансформировать эту визу после брака и как раз в вид на жительство семейный. В принципе, что касается плюсов этого варианта, как я сказала, что это достаточно, опять-таки, легкий прозрачный вариант, если ваш профиль, если ваша ситуация вам позволяет получить этот вид на жительство. Также первая карта, первый вид на жительство дается на год, а затем, если вы находитесь в паксе, то вам дается карта на два года с возможностью продления. Если вы находитесь в браке, вам карта дается на четыре года с возможностью продления. Естественно, если вы остаетесь в паксе или в браке. Также такая карта позволяет вам работать полный рабочий день или открывать, создавать свой бизнес. То есть именно семейная виза вам не запрещает заниматься нормальной профессиональной деятельностью, потому что подразумевается, что если вы являетесь супругом, супругой, партнером француза или француженки, вы должны как-то себя задержать, что у вас должна быть финансовая независимость. Поэтому именно работать, создавать свой бизнес вам никто не будет запрещать с этой картой. Сразу добавлю, что такая карта будет вам стоить 225 евро в виде фискальных марок. То есть французы собирают налоги даже вот таким путем. Так что этот бюджет вам нужно будет предусмотреть. Что касается минусов этой карты. Ну, в первую очередь, самый главный минус нужно найти француза или француженку, которая захочет с вами заключить паксы или заключить брак и жить в серьезных настоящих отношениях. То есть речь идет как раз-таки о ситуации, когда у вас все сложилось, и вы приезжаете во Францию как раз-таки ради этого человека. И французское правительство, французская администрация вас оценивает как важного человека, семьи француза или француженки. Поэтому, что касается фиктивных браков, что касается желания найти хоть кого-то, лишь бы получить вид на жительство, наверное, такие истории существуют. Но очень часто это мало чем хорошим заканчивается, как любые истории, когда речь идет о браке из-за меркантильных каких-то материальных ценностей. Опять-таки решать только вам. Такой путь есть. Я считаю, что если у вас все сложилось, это, в общем-то, очень хороший и достойный вариант того, как можно приехать во Францию и здесь остаться. Следующий вариант, тоже достаточно очевидный, но достаточно сложный в исполнении, это приехать на работу по работе. Вариантов есть несколько. И, конечно, в первую очередь, главное условие переезда во Францию по работе это наличие рабочего контракта. То есть вы не можете приехать в страну во Францию и на месте пытаться найти работу. То есть, чтобы получить долгосрочную визу и потом трансформировать ее в рабочий вид на жительство, вам нужно сначала найти работу. Найти работу во Франции очень сложно. Это целая история. Опять-таки я предлагаю мастер-классы, на которых я рассказываю, как же можно найти работу, что для этого нужно сделать. Все, пожалуйста, все ссылки на мой сайт в описании. Так что, кому надо, обращайтесь. И что касается поиска работы, есть два вида контракта во Франции. СДД и СДИД. СДД — это краткосрочный контракт. И он всегда ограничен, например, двумя годами. То есть вам его теоретически могут продлить, например, еще один раз, но глобально вот вам дали контракт на три месяца, на год или на два года, вы отработали, и подразумевается, что вы в этой компании больше не будете работать, что работа выполнена, вы за нее получили деньги, и вы расстаетесь с работодателем. Есть контракты с СДИ, это пожизненные контракты. Если вы получаете этот контракт, очень сложно вас будет уволить. Люди на своих рабочих местах защищены, и начальник, просто потому что он встал сегодня с не той ноги, не может вас уволить из-за плохого настроения или из-за какого-то вашего косяка. Поэтому контракт с СДИД — это, пожалуй, самый желанный контракт во Франции. Получить его еще тяжелее, чем краткосрочный контракт. Но, в принципе, даже контракт с СДД позволит вам приехать во Францию на работу. Что касается условий переезда во Францию именно по этому мотиву, во-первых, нужно иметь, как я сказала, рабочий контракт. Также есть определенная сложность, вам нужно получить разрешение на работу. Точнее, это работодатель делает запрос на разрешение на работу для вас, пока вы еще находитесь в своей стране. То есть без этого разрешения вы в страну въехать не можете. Стоимость такого вида нажительства — 200 евро. Опять-таки, вы оплачиваете это через фискальные марки. И явный плюс этого вида нажительства — это, конечно, то, что вы сразу начинаете работать, получать зарплату, вы финансово независимый, вы платите налоги в глазах французов и французского общества, вы являетесь полноценным гражданином, потому что вы платите налоги, а не тянете социальную помощь с несчастных французских налогоплательщиков. И, собственно, из минусов, самый очевидный минус — это то, что сложно найти работу. Даже сами французы некоторые годы они ищут работу. И сложно найти работодателя вдвойне, потому что мало какой работодатель захочет заниматься оформлением иностранца, потому что есть определенный закон, который заставляет работодателя французского сначала искать на бирже труда французского работника только по стечении определенного срока, по-моему, это в районе трех недель. Если никто на этот пост, на эту должность не был найден среди французских граждан, тогда работодатель может нанимать на эту должность иностранца. В таком случае, конечно, во-первых, работодателю нужно хотеть заниматься вашим разрешением на работу, вашим видом на жительство, оформлением и прочим, и также ему нужно хотеть нанять на работу именно вас, а не кого-то из французов, потому что, конечно, сейчас безработица во Франции достаточно большая, многие не могут найти работу, поэтому работодатели, в общем-то, скорее всего, на бирже труда найдут кого-то из французов на предлагаемый пост. Поэтому ваш профиль именно рабочий, профессиональный, должен быть все рекорды, вы должны быть экспертом очень высокого уровня, чтобы действительно заинтересовать французского работодателя. И для меня это минус, потому что этот путь подходит только определенным людям с определенным профилем, это не такой простой вариант, как мог бы показаться изначально. Еще есть вариант переезда по работе, как представителя иностранной компании во Франции. Если вы уже работаете в какой-то российской, например, компании, и она вас отправляет, например, в свой французский филиал, это вполне себе можно устроить. Основное условие получения вот такого вида на жительство, это то, что вы должны иметь либо уровень эксперта, либо занимать очень высокий руководящий пост в вашей родной компании. Также вы должны иметь уже подписанный рабочий контракт с компанией, которая принят вас на работу во Франции. То есть вас не могут отправиться на деревню дедушки во Францию, вы тут разберетесь. Нет, до того, как вы приедете во Францию, контракт уже должен быть заключен. И также одно из условий, это то, что вы должны проработать минимум 6 месяцев в вашей родной компании. То есть если вы сменили работу и проработали только 2 месяца в новой компании, она вас не может во Францию отправить на такую работу. Из плюсов очевидных, это отличный опыт работы во французской компании, стабильная работа, стабильная зарплата, у вас есть контракты, вам не нужно мучиться, где же брать деньги на жизнь. Из явных минусов, карта выдается максимум на 3 года и подразумевает ваше возвращение домой. То есть она не продляется. Ваш максимальный срок пребывания вот в таком статусе это 3 года. И, собственно, если вы не придумали каких-то других вариантов, как дальше оставаться в стране, то вам придется просто вернуться домой, в вашу родную компанию, в вашу родную страну. Следующий вид на жительство, это вид на жительство, полученный по бизнесу. Что касается предпринимательства во Франции, сейчас стараются, особенно с приходом Макрона к власти, поддерживать предпринимателей, поддерживать бизнес. Но, опять-таки, не надо думать, что это все очень легко и что вы можете просто приехать во Францию и начать продавать какие-нибудь круассаны на соседнем углу, и все будет хорошо. С одной стороны, все реально, с другой стороны, есть свои подводные камни. Вот мой основной месседж. Какие же условия нужно соблюсти, чтобы получить предпринимательский вид на жительство? Ну, во-первых, ваш бизнес должен быть основным родом вашей деятельности. То есть вы не можете заниматься чем-то параллельно с тем бизнесом, который вы хотите создать. Он должен быть зарегистрирован в торговом регистре, в регистре ремесел или в специальной организации УРСАФ. В зависимости от вида вашей деятельности, она может быть коммерческая, ремесленная или то, что французы называют либеральная. То есть это может быть преподаватель, это может быть адвокат, это может быть врач. То есть, в принципе, в зависимости от того, какую деятельность вы ведете во Франции, вы должны быть зарегистрированы по всем форумам, как положено. Ваша деятельность при этом должна быть экономически состоятельной. То есть не нужно думать, что вот вы подкопили денег, приехали, открыли бизнес, он провалился, за это время вы что-то себе другое нашли. То есть, в принципе, для того, чтобы получить вид на жительство, вы должны показать, что ваш бизнес или хотя бы бизнес-проект рабочий, что он будет вам приносить достаточно денег, которых вам будет хватать на проживание в стране. Причем вот этот стабильный и видимый доход, как пишут французы, он определяется именно французским законодательством. То есть вы не можете сказать, а мне 200 евро хватит в месяц. Нет, есть определенный французский МРОД. И есть определенные лимиты, меньше которых вы не можете получать в месяц. По меньшей мере, тогда это будет считаться, что вам этого дохода недостаточно. И вы будете, так сказать, за гранью бедности. То есть, чтобы получить вид на жительство по предпринимательству, ваше предприятие должно вам приносить как минимум тот доход, который позволит вам, собственно, существовать, будет являться вашими средствами к существованию во Франции. Из явных плюсов такого вида на жительство – это ваша независимость, это ваш доход и также оплата налогов. Как бы смешно это ни звучало, оплата налогов делает вас полноценным членом общества и в будущем даже позволяет получить французскую национальность, если, например, вас это интересует. Что касается минусов, ну, во-первых, сразу скажу, что нужны, как правило, крупные инвестиции. Редко бизнес открывается с нуля без всяких вложений. Они, конечно, зависят исключительно от вида вашего бизнеса. Открыть какой-нибудь магазин люксовой одежды явно дороже, чем, например, как я, давать консультации онлайн. То есть, понятно, что мои затраты намного ниже, чем человека, который открывает, например, какой-то физический магазин. Но при этом сразу скажу, что даже при небольших затратах, затраты есть, вам нужно будет оплачивать ваше жилье, ваше рабочее место, если вы будете работать где-то, снимать какой-то офис, вам понадобится оплачивать телефон, интернет, транспорт и много-много других вещей. Сайт, если он у вас есть, то есть, в принципе, даже на самый скромный бизнес нужны определенные инвестиции. Поэтому, чтобы создать бизнес-проект рабочий, трудно его создать, не вложив ни копейки, ни сантима. Поэтому, в зависимости от вашего проекта, бюджет инвестиций будет разный, но его предусмотреть надо. Поэтому сразу скажу, что бизнес без денег не открывается. Затем, из минусов сразу скажу, что часто на французских официальных сайтах пишут не только о существующем бизнесе, но о проекте бизнеса, о том, что вы можете получить вид на жительство для создания бизнеса во Франции. Однако, здесь не стоит обманываться. Дело в том, что, когда я была более молодой и более наивна, я думала, что мой гениальный проект, который у меня в свое время был по созданию бизнеса, связанный с иностранными языками, сейчас все инвесторы примутся распростертыми объятиями, получу вид на жительство предпринимательский, и все будет чудесно. Но на самом деле, как я убедилась в реальности, как, в общем-то, я ознакомилась с опытом других людей, в реальности очень трудно убедить банк или инвесторов дать денег, дать кредиты на бизнес. Если у вас нет прототипа, если у вас нет первых клиентов, если у вас еще не существует самой зарегистрированной фирмы, то есть если у вас есть только отлично написанный бизнес-план на бумаге, но нет ничего другого, чтобы подкрепила ваша идея, в общем, будет очень тяжело получить такое финансирование. Но может быть, только если у вас невысокотехнологичная какая-нибудь хай-тек-компания, инновационная, компьютерная, тогда у вас больше шансов. В противном случае получить кредиты, получить какие-то первые инвестиции будет очень тяжело, поэтому если вы хотите получить предпринимательский вид на жительство, то в первую очередь работайте не только над бизнес-планом и бизнес-моделью, работайте также над прототипом, ищите первых клиентов, делайте первые продажи, и уже совсем с этим можно идти к инвесторам и к банку. Следующий вид на жительство называется забавно паспорт-талант, то есть подразумевается, что Франция с удовольствием примет у себя талантливых людей. Что это за талантливые люди, что это за категории? Ну, собственно, условия получения такого паспорта-талант, это либо быть высококвалифицированным, высокооплачиваемым специалистом в своей области, например, ученым-исследователем, быть знаменитым артистом или крупным инвестором. Нужно иметь образование минимум магистратуры или аналогичное, потому что во Франции есть не только магистратура, но есть различные Гранзеколи и другие учебные заведения, которые дают аналогичного уровня дипломы. Также нужно получить рабочий контракт во Франции длительностью больше трех месяцев и зарплату брут, то есть до оплаты налогов, от 38 475 евро в год. То есть вы должны иметь рабочий контракт минимум на эту сумму и от трех месяцев в год. То есть если вы соблюдаете все эти условия, вы можете получить вид на жительство, паспорт-талант. Какие очевидные плюсы? Это то, что карта выдается до четырех лет с возможностью продления, то есть вы четыре года получив вид на жительство такой, вы спокойны, вам не надо бегать по префектурам и администрациям. Также вы можете пригласить по этому паспорту, по этой карте своих родственников, своего супруга, супругу, детей. Так что, в принципе, если вы переезжаете в страну во Францию как высококвалифицированный специалист, вы можете приехать сюда с семьей, вас никто на четыре года, например, отделять от семьи не будет. Из минусов, ну, очевидный минус, нужно обладать таким особым профилем, отвечающим всем условиям получения этого вида на жительство, что понятно, это достаточно сложно, но опять-таки реально такие истории существуют. Продолжая тему семьи, есть еще один вид на жительство, который позволяет членам семьи человека, который уже легально проживает во Франции с видом на жительство, приехать к нему жить во Францию. Однако, сразу скажу, что речь идет только о супруге, супругах и детях. Например, по такому виду на жительство перевезти своих родителей или свою сестру будет нельзя. Условия — это быть мужем, женой или ребенком человека, который уже имеет вид на жительство во Франции. Из плюсов — это возможность жить во Франции и работать. Такой вид на жительство позволяет работать. Из явных минусов, ну, собственно, если у вас нет члена семьи, который уже живет легально во Франции, и тип родства, с которым вам бы позволил приехать к нему, ну, собственно, такой вариант не для вас, к сожалению. Продолжая тему работы, еще отмечу, что есть вид на жительство для сезонного рабочего. Как правило, этот вид на жительство позволяет приезжать на сезонные работы, которые не превышают длительность шесть месяцев. То есть, например, летом, когда идет какой-нибудь урожай, могут пригласить из других стран людей, которые могли бы помочь этот урожай собрать. Например, там три месяца идет сбор урожая, и на этом, собственно, пребывание во Франции для сезонного рабочего заканчивается. Главное условие получения такого вида на жительство – это то, что вы обязуетесь сохранять свое основное место жительства в вашей родной стране. То есть, подразумевается, что вы приезжаете именно на этот определенный короткий срок, на конкретные сезонные работы, и потом вы возвращаетесь к себе в страну. Из плюсов такого вида на жительство – это то, что есть возможность присмотреться к стране, побыть во Франции, понять, нравится ли вам, не нравится, подходит, не подходит. Плюс, опять-таки, вы приезжаете на заработки, вам будут платить зарплату, вам не надо ломать голову, где же брать деньги на проживание. Но из явных минусов вытекает то, что это временное сезонное пребывание во Франции, которое подразумевает возвращение домой. В общем, это такой достаточно трудный вариант для тех, кто хотел бы остаться дольше во Франции, как-то задержаться здесь. Ну и, конечно, нужно уметь выполнять определенного вида работы, вот эти сезонные, что тоже, в общем-то, не все умеют делать, поэтому тоже это вид на жительство, нацеленный на определенный профиль иностранцев. Ну и, наконец, последний ее тип вида на жительство, о котором я хотела бы поговорить, в первую очередь нацелен на молодых девушек, хотя парни тоже могут попробовать, почему нет. Это вид на жительство для молодого помощника для французской семьи. Что это такое? В первую очередь это нацелено на студентов, которые хотят подучить французский язык, познакомиться с французской культурой, заработать немного карманных денег. Условия получения такого вида на жительство подразумевают ограничения по возрасту, то есть вам должно быть от 18 до 30 лет, подразумевается мелкая работа по хозяйству, работа няней, то есть, по сути, вы приезжаете во французскую семью, которая вас принимает, которая вам предоставляет какую-то комнату, какое-то жилье, и вы определенное количество часов в неделю будете выполнять для них мелкую работу по хозяйству, сидеть с детьми и помогать собственной французской семье вот в таком бытовом плане. Основное условие такого пребывания в виде помощника семьи – это не иметь родственных связей с принимающей семьей, обязательно нужно заключить контракт с принимающей семьей, в котором будут обозначены оплата минимум 320 евро в месяц, максимум 25 часов работы в неделю, то есть это вот ваши, так сказать, условия, ваши лимиты. Обязательно владеть базовым французским языком, то есть высокий уровень знания языка у вас никто не требует, но базовый будет затребован. Жилье, которое семья должна вам предоставить, чаще комната, должна быть не меньше 9 квадратных метров, то есть это вот условия, которые принимающая семья должна соблюсти со своей стороны. Также вы должны иметь минимум один выходной в неделю, то есть вот на таких условиях молодые парни, молодые девушки от 18 до 30 лет могут приехать в французскую семью и, собственно, какое-то время там побыть. Из явных плюсов этого вида на жительство – это быстрая интеграция во французское общество. Вы сразу видите, как живут французские семьи, вы очень быстро владеете живым разговорным французским языком, также вы будете получать какие-то небольшие деньги, вы будете проживать во Франции в каких-то интересных, возможно, местах, потому что французские семьи принимают таких помощников в разных регионах, так что можно посмотреть, выбрать какой-то регион, нравится вам или нет. Из явных минусов, но это, конечно, ограничения по возрасту, если вы младше или старше, этот вариант не для вас. Также надо уметь делать подобную работу и любить эту работу, сидеть с детьми, выполнять какие-то задачи по хозяйству, то есть, в принципе, если вы, например, не переносите детей, то, опять-таки, этот вариант не для вас. Кроме того, такая карта выдается максимум на два года, причём второй год нужно обязательно продлевать, то есть, изначально вы получите вид на жительство только на год, и по соглашению с семьёй вы можете продлить его на второй год, но это максимум, то есть, после двух лет подразумевается, что вы должны вернуться к себе домой. Уф, ну вот такое вот достаточно длинное, но, я надеюсь, информативное видео у меня получилось. Если вам оно показалось интересным, полезным, информативным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои последующие видео, меня это мотивирует, поддерживает. Пишите комментарии, я всегда рада их почитать, позитивные комментарии я всегда с удовольствием лайкаю, на какие-то негативные или критические комментарии я стараюсь отвечать, объяснять мою позицию, так что давайте общаться. Если вам интересно видео о том, как же поступить во французский вуз, как проходит вся эта процедура, я вам пишите в комментариях, я сделаю подробное видео на эту тему. Что касается моего опыта обучения во Франции, в Сорбонне, в Париже, я делала видео про докторантуру, даже целых два, есть две части, я ставлю где-то вот здесь вот, или здесь, здесь или здесь, не знаю, ссылочку, в общем, на это видео, я также ставлю ссылочку внизу, опять-таки, в описании под видео. Я очень рада, что вы посмотрели это видео, надеюсь, что я была для вас полезна. Заходите на мой сайт, не зря же я вам делаю рекламу все видео, и встретимся в следующих роликах. Всем au revoir из Парижа!